Ребята, всем привет! Я сейчас скрасилась, потому что мы с Кариной скоро поедем на маникюр. Кто смотрел предыдущие влоги, а конкретно еще предыдущий, шестой день, то вы знаете то, что сегодня у нас маникюр. Карина наконец-то снимет свои ногти, которые у нее поломались, достали ее, длинные и все такое. А я просто сделаю коррекцию и поменяю цвет, и я думаю, какой же цвет мне сделать? Это всегда самое сложное, выбрать цвет. Сегодня я в черной водолазке, осталось только разобраться с волосами, потому что там жесть. Так что сейчас будем выпрямлять волосы. Пока я красилась, смотрела видео блогера Катю Коносову, интересно стало смотреть. Знаете, я очень долгое время говорила, что я не смотрю блогеров, но так и было. Я не знала, кого смотреть, мне неинтересно было. Других блогеров, с которыми я, например, не знакома, я не смотрела, не потому что я думала, типа, мне это неинтересно, а как-то даже не знала, кого смотреть. И вот теперь смотрю Катю, очень интересно, причем мы с ней не дружим. Я считаю, что ничего такого нет, то, что я называю блогеров в видео, наоборот, это классно. Поэтому хотела вас попросить, чтобы вы написали в комментариях, кого вы любите смотреть, чьи видео вам нравятся, кого вы рекомендуете посмотреть мне. Потому что я постоянно смотрю, когда, например, убираюсь даже, всякие прямые эфиры, мужское, женское. Да, я люблю это смотреть, но блогеров тоже стало интересно смотреть. И я за последнее время, за последние два месяца, очень много блогеров посмотрела. Я рада, что я начала смотреть, потому что это и вдохновляет, и интересно. И я открыла для себя то, что действительно есть классные каналы, которые интересно смотреть. У нас дома очень большие проблемы с интернетом. Я просто не понимаю, что происходит. Знаете, что-то у меня интернет слетел вообще. Я даже не понимаю, почему. Ты думаешь, он типа не оплачен или что? Карина звонит. Алло, привет. Да-да-да, есть большое желание, я рада, давай. Я сейчас... Всё, мне осталось выпрямить волосы, и всё. Я уже накрасилась. Да. Да. Ладно, давай. Я вот так вот разговаривала, чтобы косметику в телефон не утирать. Да, Вивик. Да, мой маленький. Мама тебя постоянно снимает, потому что любит. Пи-пи-пи-пи-пи. По поводу проблем с интернетом. Это реально жесть. Потому что... Мои хорошие, знаете, почему вчерашний блог вышел в 4, даже в полпятого? Потому что я встала поздно. А встала я поздно не потому, что, типа, фигнёй страдал ночью. Я ждала, когда чёртово видео загрузится. Это просто какое-то... Я не знаю, как тут комментировать. Слава сейчас звонит, узнаёт по поводу того, что у нас за фигня с интернетом, потому что это реально жесть. У меня видео, которое идёт, ну, допустим, полчаса, 40 минут, загружается 5 часов. Это только загрузка. Обработка видео ещё потом длится сколько-то часов. Я просто не могу позволить себе пойти спать, пока не увижу, что видео загрузилось и началась обработка, например. Потому что я переживаю, что вдруг что-то слетит. Вдруг выключится комп. То есть, вы понимаете, у меня всю ночь, просто практически сутки, выходит так, учитывая, что я ещё монтирую, да, долго, у меня комп работает. Слава мне вчера такой говорит по поводу интернета. Это оказывается, что когда вы подключаете домой интернет, вам ставят роутер, вы его не покупаете, а берёте в аренду. Я об этом не знала. Я уверена на 95%, что я выкинула этот роутер. Слава говорит, ты что? Просто дело-то в том, что уже дофига много раз мы дома поменяли роутер, потому что тот, типа, слабый был, который они дают в аренду. И Слава вчера посмотрел на сайте как раз, где вот это с интернетом, всё, с нашим домашним, да, по поводу тарифов, всё такое. Он там посмотрел на сайте и говорит мне то, что ты каждый месяц, типа, 60 где-то рублей платишь за аренду роутера. Я говорю, ты уверен? Типа, ты уверен? Это просто жесть. Я говорю, вот они охреневшие. Я была уверена, что когда я покупала интернет, подключала, я покупала роутер. Так что сейчас Слава там разговаривает по поводу того, чтобы нам, ну, сделали интернет нормальный, потому что это реально жесть. Невозможно, это невозможно. Я не могу видос элементарно загрузить, поэтому для меня эта неделя влогов достаточно напряжная, из-за того, что я даже, знаете, я заканчиваю монтировать видео до часа ночи. Ну, для меня это редкость. Но я реально заканчиваю раньше. А потом я не могу просто кучу часов пойти спать, потому что я не могу оставить всё так. Так что вот, сравните. Какая сторона лучше? Вот эта куча рявая. Типа, натуральные волосы. Ну, типа, знаете, если бы они все были такие кудрявые, классные, типа, как после косичек, то кайф. А это я просто с одной косичкой спала, чтобы волосы не путались. Вообще, конечно, лучше с нарощенными волосами спать ну, с косичкой какой-нибудь одной хотя бы. Потому что реально они могут запутаться, их много. Когда они ещё длинные, это вообще жесть. Так, ребята, я уже вышла, уже села в машину, и на улице просто отвратительная погода. Темно, дождь, сыр, холодный, ветер. Просто я даже смотрю сейчас на дорогу, и мне кажется, я её не вижу. Вот сами посмотрите. Разве такое может радовать глаз? Ну, как можно любить такую погоду, я не понимаю. Я просто терпеть не могу. Не могу терпеть такую погоду. Карина идёт. Так легко оделась, она в джинсовке. Просто я в пуховике, и она в джинсовке. Thank you, next. Ты в джинсовке? Да мне сейчас всё равно. Да, блин, ты всегда печку эту вонючую включаешь, поэтому... А я всё, окей. Просто аккуратно, нежно. Нежно. Всем большой привет. Как ваши дела, мои хорошие? Не знаю, что я сказать. Я даже не думала, что на неделю влогу мы тебя застанем, потому что я не знала точно, когда ты прилетаешь. И не думала, что мы с тобой аж три дня подряд будем вместе. А я знала это. Точнее, я не думала, что три, я просто знала, что ты молодец, что ты начала снимать влоговую эту неделю в конце. Потому что я, в общем-то, прилетала. Да, но я не под тебя подстраивалась, но так вышло. Я в кайф. Конечно, хотела просто, чтобы твоя лучшая подружка была у тебя. Скажи, как тебе погода? Ой, погода замечательная. Только что, я не понимаю, как можно любить такую погоду. Ну, блин, я люблю, вот реально. За что? За атмосферу и за уют, который он создает. Какой уют, Вася? Да, в свитер замотался, кофе себе налил или какао горячий. И кайфуешь сидишь. Не знаю, вот... Ну, блин, если бы не дождь хотя бы, понимаешь? Ты в машине, тебе пофиг должно быть. Ну, мне не пофиг. Конечно, пробки вызываются. Да, это плохо из-за дождей. Да не пробки. Дело не в этом, просто... А до машины дойти. Это ты, Лухарь-Виллаж, да? Ты ходишь на парковку минус один. Да у тебя две минуты до машины максимум. Ну, все равно, я же ощущаю вот эту мерзость на улице. У меня это мерзость. Ну, не знаю, нет, я не как бы обвиняю тебя в том, что ты не любишь такую погоду. Просто два разных человека. Просто я солнечный человек, понимаешь? А ты человек, ну, вот это вот в свитере закутаться. Я знаете, что больше всего не люблю? Так, сейчас январь. Январь, февраль и начало марта. Потому что уже Новый год прошел, и тебе уже бесит холод. Ты уже такой думаешь, ну, все, декабрь покайфовал под музычку, вот это вот все. Там, jingle bells, jingle bells, скоро это нас ждет. И все, как бы. Тебе уже незачем, как бы, терпеть эту зиму, потому что самое главное, Новый год у тебя уже все было. И вот поэтому я ненавижу. Я надеюсь, что у меня получится в январе-феврале отсутствовать в Москве, мои хорошие. Ну, а так, в целом, обожаю осень. Хочу делать осенний инстаграм в первый раз в жизни. Вот как ты сейчас сфоткаешься, вот, например? Одно дело, когда листочки, нет дождя, да. Ну, не так тепло, но без дождя, без вот этого вот, ну, просто небо не видно. Сейчас подеремся. Ну, смотри, сейчас реально фоткаться отстой, но можно дождаться, пока станет. Дождаться? Ну, когда ты дожидаешься, когда погода более-менее норм, без дождя, без вот этой вот... Ну, меня это вгоняет в депрессию прям. Когда так... Мне не хочется из дома выходить. Да, когда-то каждый день это отстойно. Но если это, типа, пару раз в неделю, это приятно. Если это пару раз в неделю, когда я сижу дома, то нормально. Потому что у меня хорошо спится под такую погоду, я слышу дождик, меня это умиротворяет. Ну, вот, хотя бы в чем-то сошлись. Но, когда мне приходится выходить на улицу, ехать в машине, я даже стекло не вижу, потому что все в воде. Братышка, ну, есть доля в правде и в твоих словах. Конечно! Ты сказала, куда мы едем? Нет. Ждал тебя. Ну, что можем сказать вам, мои хорошие? Короче, я предложила Юле поехать сейчас к моим родителям в офис, чтобы поработать. Немножко нормальной офисной жизнью. Нет, шутка. Мне там нужно кое-что забрать, пару посылочек. И я подумала, что раз мы выезжаем сегодня на маникюрчик, почему бы не сделать это с Юлей? Она вам покажет что-нибудь для влога, тем более. У меня есть мысль в голове, что я хочу из комнаты, которую мама не использует, сделать студию для своего шоу. Сейчас я хочу посмотреть, вообще, достаточно ли там квадратов, ну, можно ли что-то из нее сделать. Если да, то может сделать. Потому что, в принципе, я так подумала, зачем я это в свой влог рассказываю вам? Вообще, это интересно? Ну ладно, если что, говоришь. Нет, ну, это же неделя влогов, тут болталки, самый кайф. Короче, тысяч пятьдесят будет стоить оборудование взять, оборудовать всю эту комнату, красиво сделать. Ну, в принципе, тебе это выйдет дешевле, чем каждый раз снимать зал, ну, помещение для съемок. Конечно, потому что, во-первых, если кто-то не пришел, как было в прошлый раз у меня, не пришел один участник мой хороший, я не обязана переплачивать за время. То есть, ну, в целом, если кто-то опаздывает, я не нервничаю. Мне не нужно таскать везде этот стол вонючий, потому что мне тяжело, потому что это стол крутящийся, мне нужен для шоу. Будет все время все в одном месте и, как бы, у меня... Надо будет просто еду привезти и купить, и себя. У меня, кстати, есть штука, чтобы заехать. Ммм, кайф. Ванючеки. Что, сядешь? Нет. Кей-кей, do you love me? Are you ready? Сейчас посмотрим на офис твоей мамы, твоих родителей. Тебя удивит. Чего? Там есть кое-что. Двери? Ворота? Ворота. Вай-вай, какая походка. Тим-тим, откройся, пожалуйста, покупайте ворота, мои хорошие. Да. Кому на дачу нужны классные ворота там, с такой... Ой, класс. Реклама бесплатная, понимаете? Да, брат? На самом деле, очень удивительно. Пока еще ни один человек за, там, шесть лет моей блогерской деятельности не помуждался в воротах. Ну, пока они не выросли к тому моменту. Ну, вы знаете, в будущем. Посмотрите, какой ворота сможем устанавливать. Кстати, у нас тоже стоят ворота от карениных родителей. И у моего папы даже стоят. И у вас тоже стоят. Ну, странно было бы, если бы у вас они не стояли. Может, ограбим твоих родителей офис? О-о-о! А, точно! Ограбление! Слушай, места дофига. Ну, да. Единственное, что эхо, но в студиях тоже есть эхо. Кондерман есть. Да. Ну, мне не нравятся стены и пол, если его будет видно. То есть, как бы... Ты можешь ковер какой-нибудь купить. Да, вот уже идея понравится. Ковер, а что делать со стенами? Белым просто фоном замазать. Ну, мне нравится. Я раньше думала, что я, скорее всего, не воспользуюсь этой идеей, потому что думала, что здесь места мало, но места дофига. Да нет, прикольно. Ты представляешь себя работающей в офисе? Нет. И меня это очень пугает. Поэтому я боюсь всё потерять, потому что я не знаю, как я могу работать. Типа, я, ну, не знаю, а ты? Хз. Ну, я... Подожди, не, я могу просто, если посмотреть, для офиса, мне кажется, я вообще, ну, просто бомбита. Посмотри на мой стад. Здравствуйте, Юля. Можно, пожалуйста, мне вот эти счета выставить? Пожалуйста, на 2,5 миллиона. Мне нужно рекламу закупить у блогера, которого зовут Юля Пушман. Вы знаете, у нас сцены поднялись. 2 миллиона, ну, Николай. А сколько надо денег, чтобы у неё прорекламироваться? Давай сделку сверчь. Блин, тут же вайны можно снимать? Ну да. А ты снимаешь вайны, что ли? Нет, но сейчас начну. Работница. Дорогие мои, очень сложный момент в нашей жизни, в нашем мире, экономика, что происходит с тобой. Безздоравливай. А теперь возвращаемся. К пацанским. В жизнь блогов. Ну, там не тепло. Блин, так хочется это яблочко и экстра питание. Подпишись в натуре. Уже потемнело, пипец как. Да, кстати, сейчас сколько? Что так темно? Пол седьмого. Вайми... Знаете, за что я люблю лето? За то, что темнеет поздно. Вот это единственное... Ну, не единственное, но очень люблю за это. А так, считай, блин, просыпаешься и так темно из-за того, что тучи и что такое. Весь день темно. Да. Потом ещё темнее. Ночь. Так и живём просто в темноте. Я не люблю тоже. Я люблю, когда светло. Свет — это хорошо. Так вот, вопрос. Почему ты, типа, так говоришь, что IGTV не монтируешь видео? Слушай, ну, хороший вопрос. Спасибо большое. На самом деле я просто хочу снимать видео в IGTV, но не хочу, чтобы они доставляли мне неудобства. Поэтому я не хочу их монтировать, потому что монтаж — это занимает время. А тут ты снял 10 минут — залил. И для того, чтобы люди сразу понимали, что монтажа там не будет, значит, там будет много Э, Б, Э и тупняков, чтобы они заранее это знали и как бы, ну, были к этому готовы. Вот так вот. Интересно. Я понимаю, час, полтора часа материала монтировать. Вот это реально, ты, ну, время много тратишь. 10 минут, по факту, вырезать Э, Б, Э, М, Э, чтобы более динамично смотрелось? Почему для тебя это так? Потому что я так хочу. Мне кажется, что это круто, когда иногда влогер выставляет что-то без монтажа, его конкретно мысли, и зритель видит все тупники и вообще всё. И знаешь, ты, когда проводишь трансляции, ты ведь не вырезаешь там что-то. И когда люди смотрят в итоге часовую трансляцию в записи, они там, ну, смотрят и классно. Но только трансляция, она пропадает через там сутки. Это логично, да. А видос в EGTV, он вечен. И любой человек может, когда ему скучно, он может зайти в EGTV, пока будут краситься эти 10 минут. Он там делал, что он вечен. Так. Поэтому почему бы не делать его такими? Для этого у меня есть YouTube. Если я буду знать, что я должна монтировать и на YouTube, и туда, и 5-10, я с ума сойду. Я ведь ещё и сторис монтирую частенько, не всегда. Но слишком много, если хотеть делать, блин, я с ума сойду. Ой, а у меня до сих пор ни одного видео в EGTV. Это очень плохо. Ребят, пишите, хотите вы от Юли видео? Я не знаю, что туда снять. Да так же без монтажа свои мысли. Мой макияж, типа. Да нет, я не снимаю туда мой макияж. Я там могу краситься и параллельно болтать с ребятами. Но я не показываю свой макияж. Это круто. То есть ты просто, если хочешь поболтать, извиняюсь, что тебя так далеко показывают, да, ты берёшь и записываешь видос в EGTV, и всё. Единственное, что ты должна делать его меньше 10 минут, потому что только так его можно загрузить с телефона. Остальное, как бы, если больше, то столько с компа. Да, the way, конечно. Всё равно гемор-то появляется в любом случае. Зайти в комп, туда-сюда. Ну да, поэтому я делаю 10 минут. Когда тебя бомбит, когда тебя накипело, и ты просто хочешь поболтать, рассказать, что у тебя там сосед сверлит, а я не хочу, чтобы это оставалось навсегда. Окей, тогда ты что-то более положительное снимаешь. Например, там тебе захотелось рассказать про плюсы и минусы длинных ногтей. Ну куда? Во влог? Ну, можно во влог, но зачем, если есть EGTV? Почему-то к EGTV я отношусь как к поста в Инстаграм. Мне хочется, чтобы они все были хорошие прям, Каль. А во влог я могу рассказывать всякие истории, типа там даже не вырезать все эти бмм? Не, у меня такого нет, наоборот, для меня влог, это надо бэ-мэ вырезать, и как бы, когда информация не супер важная, но я знаю, что есть люди, которые любят слушать всё, что ты говоришь, ты или я, или любой другой блогер, я это пихаю в IGTV. А я вот наоборот, мне кажется, что в IGTV каждое видео должно быть каким-то интересным. Это если ты его дублируешь в ленту, а если ты не дублируешь его в ленту, то всем пофиг. Ну, не знаю, у меня типа такое отношение, мне хочется, чтобы там было всё идеально, если делать, чтобы были интересные видео, которые с кайфом можно пересмотреть и через, например, пару месяцев, знаешь. Мне лень, я лучше в IGTV не буду стараться, а во влоге буду прям напрягаться, вырезать всё лишнее. Не, ну я во влоге тоже стараюсь, я тоже сижу, много монтираешься, вырезаю всё такое, но, блин, жарко сейчас долго. Просто влоги для меня это максимально должно быть всё естественно, как есть, как будто, ну, по факту ничего особо не вырезается. Да. Потому что влоги, это типа ещё неделя влогов, это как бы моя жизнь. Выдень. Так, что ты будешь? Вайме буду Биг Мак. Ага, ага. Буду картошку фри большую. Возьми мне Маккомба. Ага, ага. Чтобы стаканчик дали. А его нет уже. А чё там написано, ну ладно. Здрасте, можно, пожалуйста, Биг Мак? Что ещё раз? Биг Мак. Короче, прониклась я недавно темой феминитимов и феминисток. Просто, чтобы ты знала. Да-да. Ничего, не хочу на влог говорить, а то заклюют. Почему? Мы можем восхватить твоё мнение. Мы можем. Ну я, например, считаю, что... Спасибо. Заклюют-то заклюют. Но у всех же разное мнение, да? Да, но я не хочу, чтобы меня клевали. А чё, а слышь? Ага. Даже не верится, что завтра мне не надо снимать влог. Я могу просто проснуться. Даже не краситься! Ничего не делать! Подожди, нет, наверняка у меня куча дел, как обычно. У меня там впереди тоже всякие заморочки. Всегда, когда прихожу в Макдональдс, снимаю курточку. И когда даже в машине кушаю, надо снимать. Почему? Не знаю. Если я просто, потому что мне неудобно будет. Мне тоже. Нужно кушать Макдональдс с комфортом. Пища богу. Говорит, я мало соусов беру. Иди, Тути, а 4 соуса. Я тебе сырный, кстати, взяла. Ммм, булочка, извини. Один, ну, один тебе, а ты меняю. И два кистосадка тебе. Вот это подгон. Ну я подумала, почему ты что-то хочешь. Я такая худеющая опять. Та зады. Ты знаешь что? Я приехала из Лондона, я весила 58, потом у меня был Нью-Йорк, потом у меня были Мальдивы, и сейчас я и в Макдональдсе. А еще между Лондоном и Нью-Йорком я ела только пиццу, KFC и Макдональдс практически. И я все еще вешу 58. То есть за этот месяц обжорства я вообще не поправилась. Потому что я ем редко, но редко. Ты просто знаешь, типа вес стабильно стоит на 58? Да. Что бы ты не ела? А у меня? Ну я, блин, мало ем на самом деле. Я даже заметила, вот чипсы я вчера так хотела, чипс пейст. Открыла пачку просто, ну, сучек 15, наверное, съела. И не хочу больше, меня это месит. Я думаю, твою мать. Я открыла чипсы, пачка, они же стухнут. Так собери маленькую. Так я и беру маленькую. Самую маленькую. Повторю свою коренную фразу. Я не ем, чтобы жить. Я живу, чтобы есть, мои хорошие. И этот Big Mac тому доказательству. Просто я так давно не ела в Маке. И хорошо, что этот Big Mac оказался вкусным. Я просто так давно не ела. И хорошо, что у меня есть еда. Давайте скажешь своё мнение по поводу блогерка. Редакторка. Но вообще, ведь реально, я недавно увидела чей-то твит. Там написано, что, типа, зачем говорить блогерка, редакторка, если можно говорить блогерша и редакторша. Это, типа, унизительно. Да какого фига? Это офигенно. Не знаю. Мне нравится больше блогерши. Я всегда использую именно это слово. Это, знаешь, как... Мы же не говорим учителька. Да. Учительница. Потому что есть слово определённое. Не, я считаю, что тупизна просто конкретная. Ну, вот реально, по-другому не могу сказать. Ну, я понимаю, что есть какие-то женщины, которых там это задевает. Им надо, чтобы к ним относились как-то вот по-особенному. Ну, чёрт возьми. Чё не так? Вот вопрос. Чё не так? Я смотрела выпуск про это у Любарской. И там, короче, объясняют так. Я хочу, чтобы были феминитивы. Потому что, если в учебниках пишут, например, учёный Иванко, то непонятно, типа, девочка это или мужчина. Но можно же написать учёный Иванко изобрела. Мы же говорим не... Даже если это женщина, мы пишем изобрела. Ну, вроде как. Правильно же я помню? Мы же не пишем Наталья изобрёл. Учёный Наталья. Мы пишем изобрела. И это даёт нам понять, что это женщина. А то, как там привели в пример, что это, типа, учёный, значит, люди подумают, что так как Иванко непонятная фамилия, типа, непонятно... Ну, камон. Не знаю. Вот об этом я и говорю, что тупизна. Зачем засорять мозг? И так столько информации. Знаешь, как тебе ответят на этот вопрос? Зачем тогда нам слово хайп, лайк и блогер? Зачем что-то придумывать? Не знаю. Это очень сложная тема. Очень сложная, на которую я даже не знаю, как реагировать. Но для меня это очень далеко. Я таким не пользуюсь. Для меня есть блогер. Я могу там даже девочку назвать. Она блогер. Ну, типа, есть такое, да. Тут главное она. Да, она учитель. Но для меня нет такого, что учитель, он мой, значит, только мужчина, а женщины, типа, нет. Никто. Я понимаю, что людям всегда хочется придумать что-то новое. Взорвать мозг бедным детям, которые и так не понимают, как им правильно говорить. А тут ещё и это. Я могу вас понять, вам делать нечего. Я просто не понимаю мотивы. Зачем? По какой причине? И кто это решил? И зачем это надо? Потому что типа, якобы, все крутые профессии есть только в мужском роде. И поэтому ассоциация такая. А все женские профессии, которые типа... Так уже давно все понимают, что женщины могут работать, что женщины и работают. Да, это я тебе просто озвучиваю мнение. Зачем вот это вот выдумывать, придумывать? Я не учитель, я учителька. Учителька. Теперь так буду говорить. Ну, это же бред. Да, были там времена, когда женщинами там, может, не считались. Ну, я не знаю, там... Женщина не может иметь там работу какую-то хорошую. Женщина не должна работать. Женщине относились только как домохозяйки. Но давно таких времён нет. Давно изменилось. Зачем что-то выдумывать? Женщины так уже везде признают. Женщины вообще суперклассные. Но давайте не будем забывать про мужчин. Я не знаю вот этого вот равенства. Мне кажется, что... Я живу в неравенстве, поверьте. Так что... Не, я просто к тому, что мужчина должен быть мужчиной. Мужчина всё-таки должен быть главный. Я не говорю про то, что он должен полностью управлять твоей жизнью и всё такое. И ты ничто. Но мужчина... Ну, как бы вот даже издревле, да, пошло. Женщина там готовит детей, воспитывает всё такое. А мужчина добытчик. Это просто моральные устои. Я понимаю, что сейчас всё по-другому. Женщина может работать, мужчина может сидеть дома с детьми. Но это не значит, что мужчину нужно принижать. Я считаю, что мужчина так или иначе всё равно должен быть более главный. Я с тобой согласна. Даже если женщина на самом деле решает кучу всех моментов, и женщина как бы чувствует, да, и знает, что вот она сильная, она такая-сякая, но никогда нельзя мужчину, который рядом с тобой, показывать ему, что ты сильнее его, делать вот такие движения, что ты как бы... Ну, у нас равенство, я твоё слово услышала, но мне посрать на твоё слово. Ну, не знаю. Я люблю кушать. Да, я тоже. Я принимаю и ту, и ту точку зрения. У меня она как бы... Я тоже принимаю, я не осуждаю, но я не живу по вот таким вот... У меня своё мнение на этот счёт. Ознакомившись с тем, что я увидела в интернетах, я считаю, что феминизм это не для меня. Не для меня. Бру. Чуть-чуть для меня. Потому что всё-таки феминизм, благодаря феминизму мы имеем всё то, что мы имеем сейчас. Тогда феминизм был важен, потому что тогда женщины не могли голосовать. Но сейчас уже можно как бы быть попроще, потому что, на мой взгляд, женщины, они прекрасны, и мужчины это как бы понимают. Да. Я об этом и говорю, что типа, да, это замечательно, что женщина может работать, может там делать то, что раньше не могла, например, да, иметь своё мнение, допустим. Это замечательно, это правильно. В этом плане я считаю, что люди, как бы, мы все люди, мы все состоим из одного и того же, да. У нас вот в этом плане должны быть равные права, что мы можем работать на той работе, на которой мы хотим работать. Но вот уже какие-то дальше выдумывать приколы, типа, ну, хотя не знаю, вот реально, настолько сложная тема. Это сейчас я так говорю, а может быть через год я буду думать, как хорошо, что я теперь блогерка. Не обижай меня, блогерша, давай так. Ну, ты что, выкинула чикины? Да. Сумасшедшие! Я не елся. Из мусорки взяла. А с каким бы соусом? Короче, мы поехали. Доедаем и едем на Маннику. Приехали в салон. 13. Гюлз. Будем сегодня делать ногти. Ну, покажи свои. Хотите, покажу вам мясо на моем пальце? Мясо? Так, ну, вот мы уже сидим в комнате. Боже, я обожаю, ты богатая жизнь. Перфекто. Да ладно, не, на самом деле, реально очень удобно, очень классно, потому что в этой комнате, во-первых, тихо, ну, нет музыки. Можно смотреть фильм, можно сидеть рядом с подружкой, делать маникюр. Тут еще тебе могут делать укладку, там маникюр, педикюр, ну, в общем, не знаю, я обожаю, я очень счастлива, что я начала ходить в этот салон. Я столько салонов прошла. Ну, неправда. Нет, на самом деле, я во многих салонах была, и вот этот салон реально это то место, куда хочется возвращаться. Я это говорю не потому, что мне делают ногти красивые бесплатно. Да, на самом деле, ну, как бы, ногти сделать несоизмеримы с суммой денег, которые Юля платит за рекламу, поэтому мы сюда ходим чисто потому, что кайф имею. Да, учитывая, что мы блогеры, вы сами наверняка знаете то, что блогеры часто по бартеру делают какие-то процедуры, те же маникюры, да. Есть много разных вот этих салонов красоты, которые просто каждый день мне пишут, приходите, пожалуйста, просто вот так вот, мы вас умоляем, приходите к нам. А я нет, я здесь буду, мне тут нравится. Ну, потому что, на самом деле, сложно, много хороших салонов, на самом деле, но вот у меня вот этот салон, это первый салон, который мне запал душу, в котором мне весьма лаху. Да, лаху ревелаж. На самом деле, бартер это самая классная тема, чтобы понять, что делают хорошо. Когда блогеру, типа, не платят, он приходит, а систематически, значит, ему реально нравится. Блин, хочется, как будто бы блестящие какие-то сделать. Вот это, кстати, очень удобно, мне такое больше нравится. Чем как то, что с мальчатой, да. Да, это удобно, сидишь как в книжке сразу. Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты сняла нарощенные и ходила вообще со трубками короткими? Ну, зачем нельзя это платить? Ну, просто захотела бы мне побаловаться. Ну, бесплатно, что ты не захочешь. Какая у тебя сумма минимальная, чтобы месяц походить без нарощенных и обратно вернуться потом нарощенные, если захочешь. Пять тысяч рублей? Ну, в принципе, да. Ну, а что? Ну, типа, уж сильно наглеить не надо, типа, делать вид, что я не могу жить без таких длинных ногтей. Пяти косарей хватило бы. Пять косарей — это чисто мое время, которое я потрачу на новое наращивание и на снятие. Потому что так-то коррекция быстрее делается. Лин, капец. Ребят, как вы смотрите такие длинные влоги? Лина не понимает. Нет, я понимаю прекрасно. Я люблю длинные видосы больше, чем короткие. Для меня короткие видосы — это как, блин, грязь. Как пыль. Нет, не осуждаю. Но мне кайфовее смотреть больше длинные. Потому что я успеваю проникнуться. Ну да. И как бы всё ок. Мне нравятся длинные видосы, влоги и так далее. Просто я сейчас понимаю, что я столько видосов твоих ещё не смотрела. И когда я сяну за них, я потрачу на это весь день. Да. Не, мне нравятся длинные видосы. Я даже... Я просто думаю даже о том, что когда-то через много лет, да даже через 5 лет, я захочу просто посмотреть, как проходила моя неделя, когда мне был 21 год. Вот даже из этих соображений мне уже хочется и нравится снимать длинные видео. Хотя я понимаю, что реально длинные видео — это долго. Но я не знаю почему, мне абсолютно скучно смотреть короткие видео. Да, это отстой. Вот мне прям скучно. Я даже не вижу смысла их включать, потому что мне кажется, они так быстро закончатся, что я нихрена не пойму даже. Хотя раньше 10 минут это было прям потолок. Ну не для нас, может быть, но обычно все видосы на YouTube — это 10-15 минут, а сейчас типа для меня реально 20 — это менее. Ну потому что сейчас эра типа всяких интервью долгих, спокоек, это шоу. Поэтому всем больше нравится. Но я тоже люблю... Вот я сегодня включила, например, видео, Катя, из-за того, что у меня мало времени было, посмотрела только 6 минут. Но когда я приду домой, я продолжу смотреть. Там видео длится тоже почти час, 50 минут. А мне интересно, мне хочется вот приеду домой, я когда буду там убираться, досмотреть видео. Потому что впереди меня еще ждет много чего интересного. А даже если не очень интересно, все равно охота. Ну как-то так. А короткие видео я вообще не понимаю. Блогеров, которые сейчас снимают короткие видео. Именно блоги особенно. Да вообще любые видео. Ты вообще не успеваешь раскрыть темы. Особенно... Нет, я еще могу понять, знаешь, 15 минут. Ну как бы нормально сюда, 15 минут. Но типа видео, которые 10 минут идут, я их даже уже не понимаю. И блогеров не понимаю, которые снимают такие короткие видео. Особенно те, у которых видео выходит максимально редко и снимают видео типа 10 минут или 8 минут. Мам, нет, когда я знаю, о ком ты конкретно. Не, ну для меня просто это непонятно, потому что и так, типа, тебя особо нет в интернете, и твои подписчики скучают, да может даже твои коллеги хотят посмотреть, как у тебя там жизнь проходит, как у тебя дела. Даже вот потом реально нет желания заходить и смотреть, потому что думаешь, что опять будет какая-то фигня. Пыль. Пыль, вы все пыли. Как там, кто там, там еще мальчик был, который о чем говорил, не пыль, а... Ворсинки. Как там это было? Шерсть. Шерсть. Ворсинки. Катушка. Ты катушка. Короче, сейчас я делаю stories о том, что у... Smile Studio, где я буду ставить свои виниры, конкурс. Кстати, вот вы сейчас смотрите это видео, а конкурс у них еще идет до 8 октября, просто говорю, потому что реально... Мне так интересно посмотреть на человека, который победит, и ему поставить виниры бесплатно. Это же так круто, виниры, это же дорого. На самом-то деле. Но я знаю, что в Smile Studio, даже в рассрочку, можно виниры ставить. Так, кинь. Это офигенно. Это просто гениально, потому что есть люди, у которых нету сразу столько денег. А брать кредит, да, это не очень хочется, но рассрочка... Валурочка это по-божески, да, потому что тебе просто в месяц там надо будет сколько-то платить, но по крайней мере ты сможешь уже сейчас ходить с классными зубами. Короче, я решила, что хочу. 800, вот этот, на пару пальцев, и какой-то бежевый. Мне это надоест очень быстро, я в этом уверена, но... или кофейный. Мне нужно больше блесток. Вот по жизни. А вот все-таки знаешь, какой минус вот этой книжечки? Ты не можешь их подставить друг другу. Точно! Вот и все. Фу, книжку нафиг. Это я только сейчас заметила, когда поняла, что я не могу их подставить и посмотреть по оттенкам. Блин, да, золотой сделаю. Сделаю. В конце видео. Я сделала себе коричневый. Ну что ж, нам сделали ноготочки. В итоге у меня не золотые, но с такой розовинкой. Блестяще. У меня лучше, голосуйте. Блестки длинные либо натуральные. Ладно, это и так хорошо, я только сама ходила с такими. Просто мне было тяжело. Мне очень нравится. Классно. Ура! Так что все, мы сделали маникюрчики, сейчас поедем домой спать. Нет. Я уже дома, как вы могли догадаться, и сейчас мы будем пробовать арбуз. Правда, нож нормально возьми. Что это за... Это как мои ногти. Гоготочки. Вот эти. Угу, угу. А может быть... вот эти. Угу, угу. А тебе вообще арбуз-то можно? Мне можно, мне можно. Мне можно арбуз, я точно знаю. Ничего не понимаю в этом арбузе. На мусорку его надо. Так, взял. Подожди раньше времени. Может, ты просто кусок плохой попробовал. Ммм. Он не сладкий. Просто холодная вода из холодильника, которую можно жевать. И так, ребят, сейчас у нас будет такая мини-распаковка, потому что я обещала еще в предыдущих днях сделать такую мини-распаковку вещей, которые пришли мне с интернет-магазина TopTop.ru. Я обожаю этот магазин. И, кстати, у меня, помните, видео было про холл, вот это вот все. Я там показывала как раз вещи, кроссовки, все такое, туфли. В общем, мне очень нравится этот магазин, потому что там очень качественные вещи. Вот, например, взять даже такую водолазку. Она обычная, но очень классная, повседневная такая, очень удобная, приятная. И как раз на осень самое то. И там, кстати, очень много классных водолазок сейчас появилось. И новая коллекция как раз-таки осенняя, очень классные вещи, поэтому обязательно потом зайдите на сайт, посмотрите, может, что-нибудь найдете классное для себя. И доставка тоже очень быстро все приходит, поэтому хайф. Давайте посмотрим. Так, я тут немножко уже все разворошила, потому что я уже брала отсюда водолазку Белла. Тоже вам сейчас ее покажу еще раз. Вот эту сегодня взяла. Как бы у меня тут пакетики остались. Это у нас такая домашняя, уютная распаковочка без всяких студий. Как это выглядит за кадром. Мне кажется, клево. Сверху пальтишко, курточку. Осень, прям самая осень. Ну-ка, видишь, где? Мне нравится, что рукава такие широкие, в конце именно. Вот как это выглядит еще в зеркало. Понятно, у меня тут водолазка внизу, балузка, и у нее открытая спина. По-моему, супер вообще. Причем, по-моему, у Маши Тимошенко тоже такая же. Если я не ошибаюсь, мне кажется, такая же. И вот, наверное, я ее еще на Маше увидела, и мне она безумно понравилась. Так что вот. По-моему, оно мне маловато немножко. Я взяла XS, потому что, ну, типа, у меня все вещи практически XS, я худая, но вот об этом я не подумала. Причем, XS и S по длине одинаковые, это на сайте написано, поэтому сначала я нажала S, потому что я переживала, что будет короткое, потому что я, типа, высокая. А потом я подумала, да нет, одна длина, чё, а теперь вот, видите. Так, еще вот такое платье из эко-кожи. Цвет прикольный, с короткими рукавами, на завязочке, на кнопочках, что самое удобное для меня всегда, потому что, знаете, с ногтями тяжело всякие пуговицы застегивать, а тут кнопки, поэтому это кайф. Мне кажется, очень такая модная, универсальная вещь, которую можно носить как какую-то накидку. Цвет прикольный, знаете, он такой не оранжевый, не красный. Вот такие штаны, они очень удобные, стильные, модные. Сюда еще ремень какой-нибудь классный. А про водолазки, в принципе, что сказать, водолазки это всегда нужная вещь, особенно осенью, поэтому обязательно посмотрите. На сайте очень много у них классных водолазочек, ссылку я оставлю в описании. Ну и гвоздь программы, моя любимая водолазка, белая, простая, на кнопочках, она мне тоже мала оказалась. Ой, короче, безумно, безумно нравится мне эта белая водолазка, я у них ходила два дня подряд, это можно увидеть по моим влогам, она тоже из магазина toptop.ru, поэтому, я не знаю, просто это реально моя любимая вещь теперь, мне кажется, настолько простая, но настолько классная. Если будете что-то заказывать с этого сайта, выставляйте в истории, отмечайте меня, мне будет интересно посмотреть, что вы заказали себе. Вот, будем подружками. Ну что ж, ребята, на этом моменте я с вами прощаюсь, надеюсь, что вам понравилась эта неделя влогов, напишите в комментариях, как вам, туда-сюда, безумно вас люблю, спасибо, что смотрели всю неделю, ну, кто не смотрел даже всю неделю, пару выпусков, если посмотрели, уже спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, инстаграм, все как обычно, всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока.